Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной в Российской Федерации Международной террористической организации «Исламское государство» на одном из объектов топливно-энергетического комплекса. Действуя по указанию главарей террористических структур, гражданин России, уроженец одной из республик Центрально-Азиатского региона, приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, оборудовав по адресу проживания лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали. В ходе неотложных следственных действий на месте происшествия обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также необходимые для его изготовления компоненты. По факту приготовления к террористическому акту возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Андрей Кириллов, сотрудник регионального управления по контролю за оборотом наркотиков, гулял со своей семьей по набережной Волги, когда увидел, что в нескольких метрах от берега на отколовшейся льдине лежит на животе подросток, пытаясь руками грести к берегу. Принял решение остановить приезжающие транспортные средства, у которых взять буксировочные троса, чтобы связать их, и попытаться оказать помощь ребенку. Связав троса, один из концов я бросил ребенку. Ребенок сперва не поймал, второй раз был удачный. С чего ребенок был благополучно вытащен на берег. Также спасибо большое, была гражданская девушка. Она вызвала службу спасения. После того, как я вытащил ребенка на берег, примерно через две минуты приехало два экипажа спасателей, пожарная машина, медицинская служба, сотрудники полиции, ППС, наряд приехал. Ну, ребенку была оказана медицинская помощь, так как он промок и был испуган. Ну, все хорошо. Мы еще раз обращаемся к жителям региона. Не выходите на тонкий лед. Это опасно. 31 марта начальник регионального МВД Петр Пырх рассказал тверским журналистам о результатах деятельности тверской полиции в минувшем 2020 году. Работа сотрудников правопорядка, как и всех структур и организаций, осложнилась пандемией. В этих условиях личностав управления территориальных органов проявил истинный патриотизм, профессионализм и предоставил самое лучшее качество сотрудников полиции. Потому что при первом столкновении с этой болезнью никто не испугался, никто не отказался посещать адреса возможного находения больных, оказывать помощь здравоохранению. Мы ни на один день не прекращали работу наших дежурных частей, приемы граждан, обращения принимали. При этом могу довести, что у нас тоже были проблемы с заболевшими. У нас на сегодняшний день уже переболело 700 сотрудников полиции, 700, и 110 работников переболело. Два сотрудника, один работник скончались. Своевременные управленческие решения помогли удержать ситуацию под контролем. Тревожные были прогнозы по миграционной ситуации с началом пандемии, потому что закрывались предприятия, закрывались границы. И, к счастью, прогнозы эти не оправдались. Число преступлений в 2020 году превысило 5000. Рост преступности составил 65%. Это проблема всей России. По России темпы прироста еще больше. В целом по России прирост составил более 73%. Это, наверное, основная проблема, которая отказалась на состоянии преступности. Если бы другие виды преступлений, такие классические, особо опасные, то динамика, которая началась в длительный период, она сохраняется. Я могу повести цифры. Мы анализировали с 2012 года. То есть первый год после реформы для полиции. То есть у нас по территории региона количество убийств сократилось на 40%. То есть по сравнению с 2012 годом. Почтение тяжкого и дать здоровью на 50% сократилось. Разбойных нападений сократилось на 80%. Если в 2012 году было 315 разбоев, то в прошлый год 149. То есть это на 80% снижение. Меньше на 46% партийных краж и краж штампанных средств. Эта тенденция сохранилась и в прошлом году, по сравнению с 2019 годом. У нас меньше зарегистрировано убийство на 6%. Причинение тяжкого и дать здоровье также почти на 6%. На четверть сократилось количество разбойных нападений и на 10% краж штампанных квартир. Существенный рост преступности в прошлом году обусловлен взлетом числа мошенничеств и краж с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Созданы специализированные подразделения в структуре управления, которые сконцентрированы на работе, на борьбе именно с кражами и мошенничествами, с использованием IT-технологий. И такие группы или направления созданы во всех крупных территориальных органах. То есть введена специализация. Это позволяет нарабатывать опыт и более успешно бороться с этим видом преступлений. Один, например, я приведу. В октябре прошлого года мы выехали в Бурятию и задержали жителя города Луан-Удэ, который организовал хищение 5,5 миллионов рублей, дистанционное хищение, у жительницы города Луан-Удэ. То есть там была целая организованная группа посредников, тех, кто обналичивал деньги, задержан, арестован. Сейчас проводятся следственные действия. К нам подключаются все другие регионы, потому что он совершал поступление в других регионах. Сейчас проводим расследование. Это такой пример, один из последних. Всего у нас за прошлый год раскрыто больше IT-преступлений на треть, чем в 2019 году. Да, цифра, может быть, сама не очень большая. 575 преступлений раскрыли, но это на треть больше, чем в прошлом году. Проводится большой комплекс не только оперативных, но и мер профилактики. Мы стараемся на всех уровнях призывать граждан быть более осторожными при использовании своих личных данных, при использовании своих платежных документов, банских карт, счетов, и, конечно же, соблюдать элементарные меры безопасности. Это лишь немногие из затронутых на пресс-конференции вопросов. На встрече с журналистами присутствовал новый региональный руководитель управления ГИБДД Дмитрий Арзанов. 6 апреля Дмитрий Сергеевич станет гостем прямого эфира программы «Тема дня». Это будет первая встреча руководителя с жителями региона.